здравствуйте дорогие ребята сегодня урок русского языка для вас проведу я учитель русского языка литературы средней школы номер 21 города ангрена нурманова замира облакуловна и тема нашего сегодняшнего урока называется простое предложение давайте сначала вспомним что вообще называется предложением вы знаете что предложение это центральная синтаксическая единица языка она характеризуется смысловой и интонационной законченностью которая выражается паузой в конце предложения а что же такое простое предложение мы с вами знаем что простое предложение это такое предложение в составе которого одна грамматическая основа то есть грамматическая основа это главные члены предложения давайте обратимся к этим записям на доске перед вами четыре предложения давайте их прочитаем и попробуем определить какое из этих предложений является простым итак первый пример по всей округе ливни льют веревки из дождинок бьют посмотрите в этом предложении есть грамматические основы то есть главные члены предложения какие правильно подлежащие ливни подчеркиваем одной чертой ливни что делают льют подчеркиваем двумя черточками это сказуемое что еще ливни делают давайте посмотрим ливни льют и ливни бьют вот перед вами предложение с одной грамматической основой то есть это и есть простое предложение сказуемые льют и бьют в данном случае являются однородными сказуемыми они относятся к тому и тому же слову в предложении подлежащему ливни сочетаются с подлежащим ливни то есть это одна грамматическая основа это простое предложение теперь прочитаем второе предложение жилище мое обросло случайными но интересными вещами посмотрим внимательно что жилище подлежащие жилище что сделала обросло сказуемое давайте посмотрим если еще в этом предложении грамматические основы нет больше грамматических основ в это предложение не содержит значит это тоже простое предложение простое двусоставное предложение следующее предложение допивали петухи ночь мешалась днем здесь у нас подлежащие петухи петухи что делали допивали это сказуемое посмотрим еще что ночь подлежащие ночь что делала мешалась в этом предложении мы обнаружили две грамматические основы следовательно это сложное предложение а вот еще один пример снегирь сидел на ветке а алёша стоял перед ним разберем его также то снегирь что делал снегирь сидел еще кто у нас есть в этом предложении алёша еще одно действующее лицо алёша что делал стоял посмотрите в последнем предложение у нас также две грамматические основы то есть это сложное предложение мы с вами можем сказать что в нашем задании два предложения простых и два предложения сложных говоря о предложении мы с вами не можем не вспомнить виды предложений по цели высказывания по цели высказывания предложения бывают повествовательные вопросительные и побудительные давайте рассмотрим примеры и вспомним примеры повествовательного предложения я разговор веду с вечерним озером то есть повествуется о том что кто-то ведет разговор с вечерним озером вопросительное предложение какие сны тебе какие бури суждены так видите предложение содержит себе вопрос и вопросительное слово побудительное друзья давайте забудем наши споры здесь побуждение действия и обращение к друзьям по эмоциональной окраски предложения бывают восклицательные и невосклицательные рассмотрим примеры как хороша ты звездная ночь предложение восклицательное и невосклицательное каждый раз я наблюдаю за рассветом вы чувствуете что и интонация у нас разные по наличию второстепенных членов предложения предложение делятся на распространенные и не распространенные распространенное предложение она посмотрела своими глубокими и спокойными глазами это простое распространенное предложение так как помимо грамматической основы в нем содержится еще и второстепенные члены. Нераспространённое предложение. Мальчики приехали. Предложение состоит из одной грамматической основы. Нет ни одного второстепенного члена предложения, значит это нераспространённое предложение. Виды предложений бывают ещё осложнённые и неосложнённые. Давайте же вспомним их. Осложнённое предложение. В нём присутствуют однородные и обособленные члены предложения. Вводные конструкции, обращения и междометия. Например, он шёл спокойно, напевая известную мелодию. Неосложнённое. Отсутствуют однородные и обособленные члены предложения. Вводные конструкции, обращения и междометия. Например, я разбудил своих спутников. Как видите, предложение ничем не осложнено, в отличие от предыдущего, который содержит в себе дипричастный оборот. Каждое предложение имеет грамматическую основу, состоящую из главных членов предложения, то есть подлежащего и сказуемого, или одного из них. По количеству главных членов предложения делятся на двусоставные и односоставные. Двусоставные предложения – это такие предложения, которые содержат в себе оба главных члена предложения – и подлежащие, и сказуемые. Односоставные содержат в себе или подлежащие, или сказуемые, то есть один какой-либо главный член предложения. Эти виды предложений вы изучали в прошлом году в восьмом классе. Давайте рассмотрим пример двусоставных предложений. Девочка перестала плакать. Это простое, нераспространенное двусоставное предложение, состоящее из грамматической основы. Искусство зеркало жизни. Посмотрите, это тоже двусоставное предложение. Здесь интересны предложения тем, что и подлежащие, и сказуемые выражены именами-существительными в именителем падеже. Из курса пятого класса вы знаете, что в таких предложениях, при таких ситуациях, когда оба главных члена выражены именем-существительным в именителем падеже, между подлежащим и сказуемым ставится тире. Теперь давайте вспомним виды односоставных предложений. Односоставные предложения делятся на такие предложения, в которых есть один главный член, подлежащие, и называются они назывные. И с одним главным членом сказуемым таких видов четыре. Определенно личные, неопределенно личные, обобщенно личные и безличные предложения. Теперь вспомним каждый из этих видов односоставных предложений. Определенно личные содержат в себе глагол в форме первого или второго лица, а также глагол в повелительном наклонении. Например, люблю грозу в начале мая. Неопределенно личные содержат в себе глагол в форме третьего лица множественного числа. Нас пригласили в гости. Обобщенно личные. Действие относится ко всем, не к конкретному лицу. Обычно это пословица или поговорки. Например, цыплят по осени считают. Видите, это сказуемое, оно, смысл этого сказуемого, оно относится и ко всем, и в общем, и каждому лично. Поэтому обобщенно личное. Безличное. В нем нет и не может быть подлежащего. В них описывается состояние природы или человека. Например, бурей снесло крышу. Сказуемое снесло. То есть это односоставное безличное предложение. В качестве закрепления я хочу вам предложить небольшой текст Ларисы Киркленд, который называется предложение. Послушайте и прочитайте его внимательно. «Звездная ночь». Самое подходящее время. Ужин при свечах. Уютный итальянский ресторанчик. Маленькое черное платье. Роскошные волосы. Блестящие глаза. Серебристый смех. Чудесное время. Настоящая любовь. Лучший друг. Больше никого. Шампанского. Предлагаю руку и сердце. Прекрасное бриллиантовое кольцо. Румянец на щеках. Очаровательная улыбка. Как? Нет? Читая этот текст, вы обратили внимание на то, какие здесь необычные предложения. В чем их необычность? Давайте посмотрим внимательно и попробуем определить грамматические основы в каждом предложении. «Звездная ночь». У нас здесь только один главный член предложения, подлежащая ночь. Самое подходящее время. Подлежащее время. Посмотрите дальше внимательно. Подчеркните главные члены предложения. Давайте проверим, как вы справились с заданием. Итак, посмотрите. У нас в этом тексте очень много односоставных назывных предложений, которые состоят из одного главного, вернее, которые содержат в своем предложении один главный член, подлежащий. Но не только назывные предложения. Предлагаю руку и сердце. Мы можем подставить местоимение «я». То есть это односоставное определенное личное предложение. Если вы выполнили это задание так же, как у нас на доске, значит, вы справились с заданием отлично. Ребята, я предлагаю вам выполнить тренировочное упражнение. Задание такое. Самостоятельно выполните упражнение на закреплении. Сделайте синтаксический разбор предложений. Вам предлагаются следующие предложения. Первое. Отдохнув, двинешься в путь. Второе. По ту сторону шоссе, местами близко подступая к дороге, раскинулись пшеничные поля. Третье. Он не выдержал и, глядя на нее, укоризненно покачал головой. Четвертое. Шли по дороге молча и, затаив дыхание, слушали песню. Будьте внимательны, выполняя синтаксический разбор этих предложений. Выполняя это задание, вы, конечно, вспомнили порядок синтаксического разбора простого предложения. Образец синтаксического анализа предложения перед вами. Давайте его еще раз вспомним. Первое. Назвать вид предложения по цели высказывания. Если предложение восклицательное, отметите это. Второе. Найти грамматическую основу предложения. Третье. Определить двусоставное или односоставное. Если оно односоставное, то определить какого типа. Осложненное или неосложненное. Отдохнув, двинешься в путь. Это предложение повествовательное, не восклицательное. Грамматическая основа в этом предложении двинешься. Это односоставное предложение, определенное личное, осложненное одиночным деепричастием. Подводя итоги урока, я хочу вам дать задание для самостоятельного изучения. Запишите, пожалуйста, задание. Страница 4, упражнение 5. Повторите правила по синтаксису к следующему уроку. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и знаки припинания. Определите вид каждого предложения. Укажите, чем оно осложнено. Таким был наш сегодняшний урок русского языка. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания, ребята. Да, да. До свидания, урок начинается. Продолжение следует... 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 что же такое бактериальный фильтр это фильтр который имеет очень маленькие поры и через эти поры задерживаются самые маленькие клетки бактериальные так вот что же сделал ивановский ивановский получил сок больного растения и пропустил его через бактериальный фильтр затем профильтрованным составом он обработал здоровое растение и через некоторое время он обнаружил что это здоровое растение также было поражено заболеванием табачной мозаики таким образом ивановский предположил что возбудителем данного заболевания является сущность которая намного меньше бактериальной клетки ли флер и фрош обнаружили возбудитель ящура это болезнь крупного рогатого скота он также проходил через бактериальный фильтр и в 1917 году канадский бактериолог rl открыл бактериофак вирус который поражает клетки бактерий так были открыты вирусы растений животных и микроорганизмов с этого периода появилась новая наука в биологии которая занимается изучением вирусов вирусология вирусы являются возбудителями ряда опасных заболеваний это грипп бешенство гепатит энцефалит краснуха и так далее вирусы не способны сам к самостоятельной жизнедеятельности они могут проявлять свои свойства как живого существа только проникнув в клетку и используя в своих целях ее структуры и энергию таким образом мы называем вирусы внутриклеточными паразитами каждый вирус является частицей нуклеиновой кислоты заключенный в белковую оболочку которая называется капсидом вирусы содержат нуклеиновую кислоту одну или днк или рнк в зависимости от этого вирусы делятся на две группы рнк содержащие вирусы и днк содержащие вирусы рнк содержащим вирусом относятся возбудители кори энцефалита краснухи бешенство и других к днк содержащим вирусом относятся бактериофаги аденовирус так далее вирусы в клетку проникают двумя путями первый называется эндоцитозный или пиноцитозный механизм второй механизм рецепторный пиноцитозный механизм заключается в том что с каплей воды в клетку может проникнуть вирусная частица и таким образом клетка поражается вирусом рецепторный механизм он более сложный и специфичный так как вирусы взаимодействуют с особыми белками на поверхности мембраны клетки и проникают связываясь с этими белками рецепторами проникают во внутрь клетки проникнув клетку хозяина вирусная днк или рнк взаимодействует с наследственным материалом пораженной клетки таким образом клетка начинает синтезировать специфические белки закодированы вирусной нуклеиновой кислоте и в цитоплазме клетки начинается сборка новых вирусных частиц пораженная вирусами клетка может разорваться и из нее выйдут большое количество вирусных частиц особой группой вирусов являются бактериофаги которые заражают бактериальные клетки они состоят из головки и хвостика в головке находится наследственный материал это молекула днк которая сверху покрыта капсидом дальше идет хвостик который снаружи покрыт чехлом внизу имеются хвостовые нити факт укрепляется на поверхности бактерии при помощи хвостовых нитей и вводят в клетку особый стержень который как шприц вталкивает внутрь клетки свою молекулу днк таким образом генетический материал фага попадает внутрь бактериальной клетки а капсид остается снаружи в цитоплазме начинается синтез днк фага и его белков построение капсида и сборка новых фагов значение бактериофагов велико некоторые бактериофаги используются человеком для борьбы с болезнями такими как холера дизентерия брюшной тиф некоторые вирусы способны переносить гены из одних клеток в другие поэтому их такие свойства используют в генной инженерии вирусы представляют собой автономные генетические структуры не способны развиваться вне клетки полагает что вирусы и бактериофаги обособившиеся генетические элементы клеток которые эволюционировали вместе с клеточными формами жизни я хочу предложить вам посмотреть видеоролик на ту тему которую мы с вами сегодня проходили о вирусах вирус это не клеточный инфекционный агент живой это организм или нет у нас до сих пор нет однозначного ответа на этот вопрос сегодня нам известно 6000 вирусов но их существует несколько миллионов вирусы не похожи друг на друга и могут иметь как форму сферы или спирали так и форму сложного асимметричного сплетения размер вирусов варьируется от 20 до 300 нанометров в диаметре как устроен вирус в центре агента генетический материал рнк или днк вокруг располагается белковая структура капсид капсид служит для защиты вируса и помогает при захвате клетки некоторые вирусы дополнительно покрыты липидной оболочкой жировой структурой которая защищает их от изменений окружающей среды вирусолог дэвид балтимор объединил все вирусы в восемь групп некоторые группы вирусов содержат в себе одну или две цепочки днк другие одну цепочку рнк который может удваиваться или достраивать на своей матрице днк при этом каждая группа вирусов воспроизводит себя в различных органеллах зараженной клетки каждый вирус имеет определенный диапазон хозяев то есть опасен для одних видов и безвреден для других например оспой болеет только человек а чумкой некоторые плотоядные в организм человека вирус обычно попадает через кровь и секрецию каждый вирус по-разному заражает клетку герпес вирусы встраиваются в мембрану после чего генетический материал отбрасывает капсид и проникает в ядро вирус гепатита c целиком проникает в клетку а бактериофаги прыскивают свой генетический материал внутрь бактерии и оставляет белковую оболочку снаружи геном вируса встраивается в одну из органелл или цитоплазму и превращает клетку настоящий вирусный завод естественные процессы в клетке нарушаются и она начинает заниматься производством и сборкой генома и белка вируса этот процесс называется репликации и его основная цель захват территории во время репликации генетический материал вируса смешивается с генами клетки хозяина это приводит к активной мутации вируса и повышает его выживаемость когда процесс репликации налажен вирусная частица отбачковывается и заражает новые клетки а инфицированная клетка продолжает производство по другому сценарию происходит лизис то есть клетка разрывается а зараженный организм наполняется новыми вирусами почему с вирусами так тяжело бороться эволюция вирусов происходит буквально на наших глазах идет постоянная гонка вооружений между вирусами и живыми организмами и когда вирус изобретает новое оружие возникает пандемия людям уже удалось победить некоторые вирусы такие как вирус черной оспы но другие требуют ежегодной разработки или открытия новых вакцин на этом наш урок закончен запишите домашнее задание параграф номер 3 страница 10 13 до свидания ребята до новых встреч пошаговая инструкция регистрацию в эту маркет для того чтобы зарегистрироваться в эту маркет необходимо зайти в приложение и выбрать персонажа нажимаем кнопку регистрация затем нажимаем кнопку логин и создаем выбираем пол заполняем ячейку год рождения выбираем страну далее создаем пароль после всех операций нужно повторить пароль для ввода дополнительной информации о себе можно внести следующие данные имя фамилия электронной почты номер телефона далее нажать кнопку сохранить данный ввод информации не обязателен нажмите в правом верхнем углу слово пропустить после завершения регистрации вы можете полноценно насладиться игрой также возможен пробный вход без регистрации today our theme is communications i'm very glad to see you let's continue our unit lesson 3 business phone calls as you remember we talked about different calls for mobile phones and telephones in the previous lesson i gave you activity number 2a on page 6 you have to read the dialogue and translate it into russian or into uzbek so this is the answer key in uzbek the translation of the dialogue and here is the translation in russian hope you did everything right please compare your answers with mine let's go on so today our theme is communications business phone calls and the first activity we should do say what is similar and what is different between telephone conversation in your language and in english as you know in english telephone conversation before starting the conversation they tell their number and the name of the street or the name of the district but in uzbek and russian conversations you can't hear this kind of things so brainstorming what can you see in this picture the different means of communication voicemail smartphone mobile phone telephone answer phone and even the telephone directory directory now we'll see one by one what does they mean so the answer phone can you see the answer phone here good mobile phone and telephone directory here a telephone directory a telephone directory what does it mean the telephone directory is a special book which lists names in alphabetical order and gives telephone numbers here are some kinds of telephone directory a telephone directory commonly called a telephone book or telephone address book or a phone book or a phone book or yellow pages or white pages this kind of names are all the telephone directory where you can find different the numbers of telephone of different people you can use them in your business and if you want to find out a company's address address or the telephone number you can just find out in this kind of books the advent of the internet and smartphones in the 21st century greatly reduced the need of paper phone books because we have our contacts in our mobile phones we nowadays we do not need this kind of books here are the mobile phones and telephones a mobile phone or a cell phone or a hand phone sometimes shortened to simply mobile cell or just phone they receive and make calls over a radio frequency link while the users is moving within a telephone service area so here are the types of answering machine the answering machine the answering machine or the answer phone or message machine also known as a telephone messaging machine is used for answering telephones and recording callers message activity 1b activity 1b ask and answer the questions here you are given four questions which you should answer try to answer with me the first question have you used a telephone directory what can you do find it in have you ever used a mobile phone do you know anyone who has a mobile phone number three have you ever seen an answering machine what does it do number four have you ever talked to an answering machine if so what was the message you heard what was the message you left on the machine so you can see that the questions are not so difficult and you answer with your own words yes of course the first question how you use the telephone directory maybe you not but the adults at your home and your relatives your parents yes they had that what can you find in it as i told you you can find in it different telephone numbers addresses of different companies two have you ever used a mobile phone today the mobile phones are used commonly why because this is the first need in our life because we want to be in touch in every minute in no time do you know anyone who has a mobile phone of course we know all around us nearbys have got a telephone have you ever seen an answering machine yes you had if not you have just seen it in my presentation slide what does it do the answering machine receives the messages and answers for the phone call if nobody is in have you ever talked to answering machine have you ever talked if not i have i have talked several times and i left my message when it really was needed if so what was the message you heard what was the message you left on the machine what did we heard when the answering machine answered to us if nobody answers if nobody receives your call if nobody is at home the phone machine answering machine you can hear this kind of voice call subscriber can't answer at the moment please call back later again and after the beep signal you can leave your message you can start just hello my name is sam i'm calling to you to invite you to the cinema please call me back and this kind of messages you can leave on the answering machine activity 2a in activity 2a there is a girl whose name is jamila jamila phones ustak international company and you should now listen to your dialogue and see what the problem is lesson 3 activity 2a hello this is ustak international i'm sorry all the lines are busy please call again later the next activity is also the listening to the second part of the dialogue with jamila activity number 2b jamila phones again later but there is a still problem what is it please listen for the second part of your dialogue and answer this question what is the problem lesson 3 activity 2b hello this is ustak international i'm sorry there is no one here now please phone again the office is open monday to friday 9 till 2 or leave a message after the tone you have listened so what is your answer let's compare with mine of course there is nobody in the company that's why here phone call wasn't answered thank you let's go on to the next slide activity number three think of a name of your company so you should just imagine that you're a manager or a worker in the company and think out of a name to your company for example ustek or mobile uzmobile or stuff like that say the answer phone message and take turns to phone the company so here you can see three pictures and how to start hello nobody is in the office you can leave a message this is the answer phone machine it is not a person just a voice an answering voice in answering machine next here are some examples of short voicemail greetings how the voicemail greetings start hi this is and here you should tell your name for example hi this is sayora i'm either on a call or away from my desk please leave your name number and brief message and i'll get back to you thank you the second example hi you've reached sayora i'm unable to come to the phone right now but if you leave your name number and the short message i'll be sure to call back so the next this was short maze and now business voicemail greetings the business voicemail greetings are such kind of greetings when you use them when you are not at work not in in your office right at that moment and the customers could phone you and leave their messages but they will hear this kind of answering machine's voice hello you've reached the name of your company we can't take your call right now but please leave your name contact information and the reason reaching out and one of our team members will be in touch within 24 hours the second example hi you've reached the name of your company unfortunately we are currently unavailable but we want to talk to you so please leave your name number as well as your reason for calling and someone will call you back as soon as possible asap means as soon as possible so for the conclusion write down the homework for today exercise 3 page 8 and the second homework learn new vocabulary how you should do the activity 3 here the first find 4 noun plus noun combinations with telephone in this unit translate these work combinations for example telephone number or telephone directory stuff like that number 2 find the antonyms for example cheap expensive quick easy sound boring future you should find out the opposite of these words hope you enjoyed my lesson today and finally i want to say you that a man who knows languages is worth two men goodbye thank you very much for your attention we each have our own dreams and desires but not everyone is granted the opportunity to fulfill them however when the right moment comes and you are given a chance you need to jump at it and follow your own dreams it is never too early and never too late to learn it one million uzbek coders your free ticket to the fascinating world of information technology master the profession of the future to learn to learn questions the question we will do we are going to to learn these and we will to learn to learn to learn you Продолжение следует... 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 Сонгереса Ташкен Довлет Юридий Институты дарим олады. У дастлап оммави ахбарат васиталарды, сонг кукумат дараларды, мустақилеке решканымыздан, сонгеса дастлапке куынадан Узбекистан Республикасы президенті диваныды, масул лавазымларды ишляды. Сонгереса республикамызның уқымышли оммави васиталардан бірі Қшлақ хайаты ва хайат ғазеталарды баш мухаррир вазифасыда фауалет юридды. Атақли шайырмыз ұткер рахмат, құтлуғы яш босағасыге етіп келгенче, көп құрали мигнат фауалетіні сұқыдылдан ада етіп, шыныңдек муцизека ширият аламды хам юксәк үстедадыны намайон қыла алген шайырлардан хасабленады. У, онлап шири топламларының ашриттірді. Бу топламлардагі ширларыды, демәк, өзге хас елі, бе тәкрар созы ва овазы барлығы білен уқучі көңіліні рам еті алады. Шири топламлары. Сұтдатли шайырның ілк шири топлама, 1987-й илді, үрмак намы білен чап етілады. Сөңіресе, үнин, сағанч, жилғы, райхан хиды, шкураны, кузым арачагы, ай-яаду-дасы, эй-умра-азиз, хайял-іфары, юрактаги хуш, хақсар майсі, өтлі рухгабы ондан артық шири топламлары нәшриттілады. Сөңіресе, үнин, сағанч, жүрін, сағанч, жүрін, сағанч, хақсар майсі, өтлі рухгабы ондан артық шығы. Сөңіресе, өтлі, сөңірк, алу-дасы жүрін, шығыңалды өте, өте, оны өте, оны өте, бөте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»